Здравствуйте! Добро пожаловать в новый эпизод программы для Его Славы. На прошлой неделе мы начали говорить о картине возвращения Иисуса, которую можно найти в Евангелии от Луки в 19 главе. Мы закладываем основания для того, чтобы получать откровения. Первое. Ученики были достаточно зрелыми, чтобы быть посланными Богом. Второе. Иисус ищет тех, кто способен научиться и готов вырваться из-под гнета привычного. Об этом говорится в Евангелии от Луки в 19 главе с 28 стиха, где дается описание триумфального входа Иисуса в Иерусалим. Мы говорим о том, что те, кто послушны Господу, видят чудеса. Мы продолжим чтение этого отрывка и давайте начнем с 35 стиха в 19 главе Евангелия от Луки. Мы помним, что ученики отвязали осла и привели его к Иисусу. Дальше происходит что-то необычное. Давайте обратим на это внимание. Когда мы ездим со служением по миру, то всегда находится кто-то, кто подходит к нам и говорит, что он хочет обрести новую мантию, новую одежду, новое помазание, чтобы служить людям. Конечно же, Господь знает, он сердцевидец, он знает, что на сердце у людей. Но чаще всего, когда люди просят такое, они хотят просто стать кем-то, быть кем-то. И в Евангелии от Луки 19, с 28 стиха мы видим, как перед нами разворачивается картина тех, кто будет ходить в каком великолепном помазании, будут ходить те, кто хотят служить и свидетельствовать об Иисусе. 29 и 32 стихи говорят, что ученики были посланы Богом. Они знают Его голос и послушаются Ему. Они были посланы с конкретным заданием – найти необъезженного, неиспытанного молодого осла. И они нашли именно то, что говорил Иисус, и привели Его к Иисусу. И посмотрите, что произошло. Они привели Его к Иисусу и накинули на Него одежды. Это пророческая картина. Мы хотим, чтобы на нас было больше помазания в эти последние времена. И вот посмотрите, какая картина перед нами открывается. Господь показал мне такую картину, и она все время ярко стоит перед моими глазами. О том, как семя входит в землю, прорастает и дает огромные плоды. Я думаю о каждой милости, о каждой такой мантии помазания, переданной кому-либо – мужчину, женщине или ребенку. О том, что в последние времена это прорастет как семя и даст обильный плод. И когда те, кто слышат голос Иисуса и посланы им, отправляются и находят тех, кто способен научиться, они начинают передавать это помазание тем, кого они нашли. Обратите внимание, что не один ученик накинул одежды на осленка, но они накинули одежды свои на осленка. Мы скоро станем свидетелями того, чего никогда раньше никто не видел. Мы увидим высвобождение помазания, высвобождение такой власти, которой никогда раньше не было. Единственное, что я могу сказать, это то, что мы увидим каждый дар Божий, каждое явление его помазания, каждый знак, каждая милость, мантия помазания Божьего будет проявляться, и это будет проявляться в зрелости. Но это еще не все. Но это еще не все. Дальше они посадили на него Иисуса. Это очень интересная формулировка. Здесь не написано, что Иисус сказал, извините, парни, и сам сел на осленка. В оригинальном тексте сказано, что они с почтением в поклонении посадили Иисуса на него, на это животное. Я хочу, чтобы вы увидели кое-что очень важное. Есть разница между мантией, помазанием и присутствием. В это последнее время, в этот час мы увидим не только тех, кто способен научиться и принимать помазание путем передачи такой одежды помазанной. Но эти люди, они будут нести на себе само величие и славу Иисуса. Я хочу вас спросить, являетесь ли вы таким человеком, который способен и готов освободиться от бремени религиозных убеждений и взять на себя груз, бремя славы Иисуса? И это будет остаток, группа людей, которая будет готова взять на себя в такой степени Божьи поручения. И такой порядок мы видим во всем Писании, с Бытия до Откровения. Был первый священник, который служил Господу, который мог войти в присутствие Бога. И были также другие священники, которые служили людям. Был Моисей, который мог подняться на гору Синаи и войти в присутствие Божие. И остальные люди Завета, которые стояли вдали от этого. Мы можем продолжать этот список, но вы, я надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Всегда есть первопроходцы, те, которые... Небольшая группа, небольшой остаток людей, которые делают то, чего другие делать не могут. И если вы смотрите эту передачу, вы один из них, потому что это был Господь, который вас направил, чтобы слушать. И если вы смотрите эту передачу, значит, вы одни из них, потому что Господь повел вас ее послушать. И мы на этом не остановимся. Давайте посмотрим 36 стих. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. И мы снова видим картину, когда тело Христово, оно принимает этих людей, которые ходят в наибольшем помазании Божьем, и они подчиняются этому помазанию. Они подчинялись не потому, что им сказали, или потому, что так велит религиозная система, но потому, что они признали Мессию. Мой вопрос к вам. Признают ли вас люди Иисуса? Позволили ли вы Иисусу воссесть на престоле своего сердца? И как показывает иллюстрация этого осленка, вы можете иметь Божье присутствие. Но мы хотим иметь помазание в присутствии самого Мессии. Посмотрим 37 стих. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, мы приближаемся к тому моменту, когда Иисус вернется и ступит на гору Елеонскую. Все множество учеников начало в радости вели глаз на славе Бога за все чудеса, которые они видели. Это знамение для нас о конце времен. Великое излияние знамений и чудес в преддверии последних времен – это предзнаменование того, что скоро придет Иисус. Грядут великие чудеса и знамения, которые будут совершаться Божьими людьми. И они стали говорить «Благословен царь грядущий во имя Господня, во имя Яхве». Итак, для тех людей чудеса и знамения были знаком того, что Иисус скоро придет. Нам нужно внимательнее быть к тому, что Господь сообщает нам в Духе. И они говорили «Мир на небесах и слава Вышних». Для тех, кто следует за Господом, для тех, кто выполняет Его волю, для тех, кто следует за Ним и слышит Его, им будет дан великий мир. В 39 стихе мы читаем, что некоторые фарисеи из среды народа говорили ему «Учитель, запрети ученикам Твоим». Религиозная система всегда сопротивляется спонтанному движению Святого Духа. У многих церквей все рассчитано до миллиметра, до наносекунды. И просто они не дают Духу Божьему двигаться в своей среде. Если что-то происходит вне их шаблона, который они придумали для Бога, вне их распорядка, то они начинают впадать в ярость. Когда я был молодой, я принял Иисуса, я очень некомфортно себя чувствовал в церквях, где все было структурировано и разложено по полочкам. И уже войдя в служение, я приезжал в церкви, где мне говорили «Пастор, у нас всего лишь 45 минут для вашей проповеди». Иногда люди были щедрыми, нам выделяли целый час. Включая музыкальное служение, все объявления и так далее, и на слово оставалось всего минут 10. Эти люди все еще привязаны, как тот молодой ослик, до того, как Иисус сказал «Отвяжите его». Позвольте показать вам обратную сторону медали. Когда мой отец в начале 70-х годов служил в бывшем Советском Союзе за железным занавесом. Служения в его церквях, это были подпольные церкви, порой проходили 8-9 часов. Как двигался Дух Святой, так они и поступали. И они становились свидетелями выдающихся чудес и знамений. Мы приближаемся к тому времени, когда Бог хочет высвободить небеса на землю. Но в большинстве церквей люди просто привязаны к этому столбику, как осленок. Но Бог нуждается в вас, Богу нужны вы. Решение за вами. Вам решать, хотите ли вы быть обучаемыми. Вы можете признать, что я ничего не знаю, поэтому я хочу учиться. Вы можете быть тем, кого приведут ученики Иисуса к Господу и дадут вам это помазание. Вы тот, на ком Господь хочет свое присутствие поместить в это время. И это не произойдет до тех пор, пока вы будете рассчитывать не на чью-то веру, а только на свою веру. У нас есть выбор. Давайте этот выбор сделаем вместе прямо сейчас. Отец, мы ищем лица Твоего. Мы принимаем решение быть обучаемыми, быть изменяемыми в это время. Господь, услышь вопль нашего сердца в этот час. И прими в жертву нашу жизнь в услужение Тебе. Потому что мы выбираем и решаем делать все для Твоей славы в это время. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»